Дружба, взаимопомощь, активная жизненная позиция, чувство долга и стремление к победе. Всему этому Сергей Елхимова научил комсомол. Мужчина говорит, сегодня о том далеком времени ему напоминает комсомольский билет. Документ хранится дома. И даже в мыслях не было его сжечь или выкинуть, ведь память о той эпохе живет в его сердце. С 1984 года я вступил в ЛКСМ, был активным комсомольцем, активистом, бюро. Был институт, райкома. Билет поэтому сохранил комсомол, как говорится, прекратил свое существование. Это наша история, это моя биография. Куйбышевская молодежь помогала поднимать страну. Жигулевская ГЭС, ВАЗ, нефтехимические и металлургические заводы и фабрики. Все это было построено руками комсомольцев. 105-летие в ЛКСМ отметили в Доме офицеров Самарского гарнизона. Бывшие комсомольцы и сейчас занимают активную жизненную позицию. Для участников специальной военной операции они собрали гуманитарную помощь, а также письма школьников. Перед зданием стоит три фуры на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Оборудование, отопители, утеплители, пленка, защитное питание. Подарки от родных и близких участников СВО от Самарской области. Сегодня мы еще раз покажем жизнь комсомола прошлых лет. Сегодня мы увидим, как живет сегодняшнее молодежное объединение. И одним словом, это будет праздник, это будет учеба, это будет встреча друзей. Помимо бывших комсомольцев, гостями праздника стали те, кому они передают свои знания. Представители Самарского союза молодежи, студенческих отрядов, волонтеры Победы. Для них приготовили насыщенную культурную программу, выступление творческих коллективов и показ документального фильма. Представители старшего поколения вспоминали свою комсомольскую юность, пели песни под гитару и аккордеон. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Почетным знаком губернатора Самарской области заслужение людям наградили тех, чья жизнь была тесно связана с комсомолом. Ксения Баканова, Константин Головин, События.